Движение ТОС в Котласе не снижает обороты. Неравнодушные общественники пишут проекты по благоустройству дворов, по установке современных детских игровых комплексов. Выиграют гранты на их реализацию. Благодаря таким инициативным жителям город меняется в лучшую сторону. ТОСы нужны для чего? Ну, скажем, это уже говорилось не раз, для чего. То есть, так сказать, пробудить инициативу данных жителей города, или данного района, или данного дома. То есть, так скажем, это такой аргумент, толкающий, как локомотив, который за собой тащит весь состав. То есть, благоустройством дворов все-таки занимаются в большей части, и начали заниматься это ТОСы. То есть, председатели ТОС, ТОСовское движение. Только в этом году силами ТОС были воплощены в жизнь шесть проектов. От свода тополей до благоустройства придомовых территорий. Хотя этого могло бы и не быть, если бы не создание два года назад в Котласе ассоциации ТОС. Такая ситуация у нас произошла на данный момент в том году, ну, в 15-м году. Или ТОСы развалятся, или как-то объединятся в одну организацию юридическую лицу, чтобы было юридическое лицо, и чтобы можно было получать, так скажем, финансовую поддержку от городских властей. Сегодня на территории Котласа работают 22 ТОСа. Скоро появятся еще два – в поселке Вычегодский и в деревне Слуда. В общем, количество территориальных общественных самоуправлений с каждым годом растет. И каждый из ТОСов с момента создания успешно реализовал по несколько проектов. Мы реализовали семь проектов. Детскую площадку, вот у нас, ну, там по частям эти, вот две качели у нас, спортивный комплекс, очень нравится. Там семь снарядов всего в одном комплексе. Потом леерные ограждения, скамейки. Вот в прошлом году, значит, мы выиграли вазоны керамические, шестигранные, которые установили вот вдоль всего дома. В преддверии Нового года в актовом зале администрации сегодня участвовали активистов ТОС. Всего начальник управления городского хозяйства Алексей Норисин вручил более десяти благодарностей и почетных грамот.